Больше полувека Иван Александрович Шмелев посвятил музыкальному образованию сочинских детей. Столько же времени созданная им школа достойно несет имя музыканта. Для слаженной музыкальной партии не хватало только достойного обрамления. Им и стал бронзовый бюст. Город Сочи – это не просто курорт, это культурный центр на Черноморском побережье. Это одна из столиц культурных нашего юга, России. И, безусловно, память о людях, которые вложили свой вклад в том, чтобы Сочи стал таким, она для нас абсолютно незабываемая. Автором памятника стал художник и скульптор Петр Хрисанов. А в Лазаревском накануне открыли бюст Наума Захаровича Павлова – летчика-истребителя. Он защищал небо над Черноморским побережьем во время Великой Отечественной. Командовал 32-м авиационным истребительным полком. Погиб в сентябре 1942 года и покоится на горке героев в Лазаревском. Народ всегда богат своей историей. И это самое главное, особенно в нашем многонациональном городе. У нас проживает более 120 национальностей. И это самое большое достояние нашего города. Живем мы в мире согласия и любви. И главное, что память историческая в наших сердцах есть. Мы гордились, гордимся и будем гордиться нашими победителями. Теми, кто ковал победу здесь, в тылу, в больничных палатах. И теми, кто действительно был на переднем фронте, воевал. Бюст Наума Павлова сделал скульптор Марат Миносян. Работал мастер около пяти месяцев. К новой достопримечательности школьники принесли сделанные своими руками деревянные самолеты. Копии именно того борта, на котором и воевал Павлов.